Святой Иоанн на Падмасе Иоанн – богослов на острове Падмас Картина Иеронима Босха Появилась около 1495-1505 года Ныне находится в Берлинской картинной галерее Она представляет собой видение Иоанна Богослова на греческом острове Патмас Описанном в его откровениях Двухсторонняя доска, одна сторона которой выполнена в технике гризайль Была лицевой стороной створки некоего несохранившегося алтаря А другая – с изображением Иоанна Богослова, оборотной внутренней Некоторые исследователи, впрочем, считают ее законченным самостоятельным произведением А не створкой несохранившегося алтаря Но вероятнее всего, все же, Святой Иоанн на Патмасе является боковой створкой Несохранившегося триптиха И, судя по направлению взгляда Иоанна, конкретно правой А левой частью его был Святой Иоанн Креститель в пустыне Который находится в музее Уссела Сару Гальдияну в Мадриде Обе доски были частями единого целого, судя по размерам и другим характерным деталям Какой была третья часть, неизвестно Предполагали, что триптих был выполнен для алтаря собора Святого Иоанна Хертогенбаси По заказу курировавшего храм Братства Богоматери, членом которого был и сам босс Но та работа делалась в 1489 году А дендрохронологический анализ показывает, что доска Святой Иоанны Патмасе появилась не ранее 1495 года Наверняка, однако, ничего сказать нельзя Алтарь собора был демонтирован в 17 веке А Иоанн Богослов на острове Патмас надолго где-то затерялся И был приобретен у Уильяма Улера Мейтленд из Лондона для галереи в Берлине уже в 1907 году На внутренней части юный апостол Иоанн Изображен на острове Патмас, куда его послал император Домициан и где он сочинил свое откровение Вероятно, эта книга и лежит у него на коленях Его круткий взор устремлен к представшему ему видению Жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна Откровение, глава 12, стих 1 Это Дева Мария Босковское изображение Девы с младенцем в небесах В сравнении с текстом Откровения Исполнено умиротворенности и покоя Иоанн представляет ее рожающей в муках А затем преследуемой дьяволом-драконом, извернутым на землю Мария, написанная Боском, кратка и спокойна На ее появление Иоанна указывает ангел, чья тонкая фигура И полупрозрачные крылья лишают образ материальности Иероним Босков достаточно точно следует тем ярким, фантастическим образом Которыми изобилует апокалипсис Монстр, изображенный Боском в правом нижнем углу картины, Это полностью подпадает под библейское описание саранчи, данное Иоанном Крестителем В тексте рассказывается о катастрофах, призванных уничтожить человечество И одна из них — нашествие саранчи У нее были хвосты, как у скорпионов И в хвостах ее были жало Власть же ее была вредить людям пять месяцев Откровение, глава 9, стих 3-4, 7-8-10 Убоска саранча убегает от Иоанна, поднял знак поражения руки На заднем фоне — призрачная, окутанная дымкой панорама голландского города на горизонте Переходы цветов делят пейзаж на пространственные планы И отражают реалистическое видение художника Рисунок на второй стороне — лицевая часть Это большой круг диаметром 39 см со сценами страстей Христовых В который вписан Малаку — пеликан с птенца В центре скала, на вершине которой птица в гнезде кормит своих птенцов Некоторые исследователи считают, впрочем, что птица — это орел Который олицетворяет Иоанна Евангелиста Другие усматривают в ней пеликана Который, согласно распространенному тогда поверью, кормит птенцов собственной кровью Традиционный символ жертвы, принесенной Христом Во втором случае скала считается символическим изображением Голгофа Большой круг подобен кругу по работе «Семь смертных грехов» В нем разворачиваются сцены страстей Христовых, завершающиеся распятия Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok